Всем привет! За моей спиной вы вновь видите эмблему командного чемпионата мира, а это значит, что мы в Ростове продолжаем следить за ходом этого турнира. Насколько тяжело организовать подобное мероприятие? Нет ничего невозможного, когда за решением каждого вопроса стоит компетентный специалист. Мы стараемся, чтобы это был праздник, праздник бильярда, чтобы комфортные были условия, хорошие оборудования и соответствующие болельщики, чтобы смогли посмотреть все матчи, что мы в принципе и пытаемся сделать. Насколько это мы организовали, думаю, оценки должны дать, благодаря игрокам и зрителям. Это не предел, все будет зависеть от развития ситуации, от поддержки генерального партнера нашей соревновательной компании «Ветод России», ну и чтобы нам хватило силу и здоровье. Ввиду того, что с 2006 года по приходу на президентский пост Николая Ивановича Сосуева команда у нас осталась практически в том же составе, поэтому наработки ранние и новое время, которое, как говорится, каждый год он все равно по-новому проходит. Тем не менее, старый опыт помогает проводить новые соревнования, в новых условиях. Ну а сплоченность коллектива, естественно, достигается тем, что мы друг друга можем прикрыть по любой из обязанностей членов форкомитета. Ну и куда же без прекрасной половины? Это тебя вообще стало неожиданным, когда тебе предложили или заставили, я не знаю, как это было, участвовать в организации бильярдных турниров? Нет, меня никто не заставлял, я по совместительству бухгалтер и непосредственно занимаюсь в СССР. И непосредственно занимаюсь выдачей талонов на Индумфе. Ну так, это учет бухгалтерский, непрерывный, каждодневный труд. Судейский корпус на чемпионате работает под патронажем Александра Кокунина. Зонное судейство, то есть у нас сейчас распределено у каждого судьи по два стола, то есть количество судей позволяет здесь использовать эту систему. Естественно, конечно, там с четверть финалов уже был судей у стола, полуфинал, соответственно, ну так же, как и финал. И финал, скорее всего, был судей судей по два человека. Все будет зависеть от Михаила Назарова, который всегда нас гоняет, там судьи мешают. Обычно он просит, чтобы один судья судил финал, потому что большое количество камер, которые он снимает, перекрывает иногда судья зону съемок. Но это мы с ним согласуем. Я думаю, что по судейству нареканий нету никаких на этом чемпионате. Александр Юрьевич, заверяем, спортсмены в полном восторге, говорят, судейство внимательное и компетентное. Ко мне в руки попало очень интересное печатное издание. Вот посмотрите, на обложке сказано «Федерация русского бильярда Ростова, годовой отчет за предыдущий 2015 год». Но внутри оказывается очень неплохой полиграфии, материал о известных игроках. Естественно, отдельный разворот, посвященный Владу Осминину и Никите Ливаде. Кроме того, информация обо всех турнирах, которые были проведены в Ростове за предыдущий год. Видите, вот эти красные цвета, это предыдущий командный чемпионат мира. Я смотрю и, честно говоря, даже ностальгия берет. Все совершенно неожиданные вещи, как, например, статистика просмотров видео из Ростова на Ютубе. Ну, я согласен, цифры, в общем-то, впечатляющие, кто у нас транслирует и смотрит бильярд. И все это не просто сухие цифры, не просто какие-то финансовые показатели, а это действительно показатель деятельности команды людей, большой команды профессионалов за целый год. Вот оцените толщину. За связи с общественностью, включая полиграфию, публикации в СМИ и соцсетях, а также за стиль и дизайн каждого ростовского турнира отвечает один человек. Вся вот эта вот идея фирменного стиля, поддержание именно атмосферы этого праздника, это, конечно, прежде всего заслуга Сосова Николая Ивановича. Потому что этот человек всегда смотрит в комплексе на проблему, то есть даже не проблему, а вот на ситуацию. И он всегда думает, как бы мне сделать этот мир более гармоничным, более культурным, красивее, чтобы он выглядел эстетично. Прежде всего мы стараемся для бильярдистов. Почему? Потому что они очень много тренируются, много уделяют внимание спорту. Это очень красивый спорт, я очень люблю, я люблю за ним наблюдать. И мне хотелось бы, чтобы этим людям было хорошо. То есть, вот как один из этих элементов, да, вот этот антураж, может быть он не такой важный, да, но он как бы ложится в основу вот этого праздника. Подготовка площадки – это важнейшая тема, требующая отдельной проработки. Сегодня уже начнется подготовка, собственно, уже завтра будут изменения, видимо. Если все будет хорошо, мы сегодня демонтируем ночью 4 стола, то есть на завтра останется 4. И завтра уже по завершению игр мы убираем 3 стола, оставляем один, выставляем его под раму, вешаем раму, осветительное оборудование. То есть все готовим уже для телевизионной трансляции. Соответственно, заедут ребята с Матч ТВ, ну и финальный день здесь покажут и по телевидению. Знакомьтесь, это «Докторс», непременный член ростовской команды. Во время турнира на прием к «Доктору» не попасть, но специально для наших зрителей совет вне очереди. Лечебная физкультура и раз в полгода посещать врача макуальной терапии. Это даст прирост к точности ударов? Конечно, однозначно. Я по себе даже это знаю. Кто-нибудь из ребят выполняет ваши рекомендации? У меня среди, скажем так, звезд современного бильярда, или современных звезд бильярда, очень много пациентов, которые приезжают в Ростов-Круда, они обычно всегда у меня проходят курс противорецидивного лечения. Дорогие друзья, сегодня мы остались немного в стороне от победы в выражении, радости и разочарований, но уже завтра мы обратим свое пристальное внимание на то, что происходит в бильярдном зале за бильярдными столами. Завтра начнется самая главная часть чемпионата, и мы узнаем, кто же выйдет в финал. До встречи завтра в Ростове-на-Дону. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok